Приветствую вас, Дмитрий. Вопрос немножечко запутанный, вот, периодически в нём теряется логика, вот, небольшая. Есть грамматические ошибки, логические ошибки некоторые, вот, ну, связано это с тем, что человек, который задаёт вопрос, в общем-то, молод, достаточно, 19 лет, и пишет этот человек на эмоциях. Пишет этот человек на эмоциях. Итак, мне 19 лет, моей подруге 21, познакомились 3 года назад в интернете. Мы с ней встречались, но отношениями это назвать трудно было, так как ни она, ни я, мы друг друга не любили. Потом приняли решение остаться друзьями, но жили вместе. Между нами было очень много ссор, то её что-то не устраивало, то меня, в итоге она стала говорить, что я делаю ей много гадостей, а она мне. Сейчас всё стало хорошо, мы уже не ссоримся, но есть одна проблема. Она уезжает в другой город жить, я рад за неё искренне, желаю ей добра, но она говорит, что я ей не друг, а так, чисто знакомый, поэтому мы будем редко общаться или вообще не общаться, что её ещё больше устраивает. Она говорит, буду приезжать обратно в Омск, максимум это просто общение, никакой друдьбы, так как, во-первых, мы бывшие, во-вторых, много гадостей-то наделали друг другу. И даже если гадостей не будет, то я ей всё равно неприятен, даже не из-за того, что мы бывшие, а просто потому, что она, как она говорит, душа у меня к тебе не лежит, доверять тебе ничего не могу, никакие секреты и туда. Типа так, чисто поболтали и всё, но я хочу друдьбу, потому что она для меня близкий человек и ни за что, даже за деньги не откажусь от неё. Помогите, пожалуйста. Дмитрий, а в чём именно вам помочь? Ведь, я надеюсь, вы понимаете, что если человек не хочет с вами общаться, если человек не хочет с вами дружить, если человек не видит вас, а так как видите его вы, то с этим ничего не поделать. Да, безусловно, можно пытаться, можно стараться наладить отношения, это правда. Можно. Но у этого всё равно будет ограничение, потому что, чтобы вы не делали, в общем-то, человек всё равно может настаивать на своём, и это правда. Кроме того, вы жили вместе, и есть такая тема, как психологическая несовместимость или совместимость, соответственно, у вас вполне может быть психологическая несовместимость, это нормально. Я придерживаюсь той точки зрения, что отношения, поскольку поскольку, можно наладить со всеми, для этого необходимо найти точки пересечения. В этом смысле, вам нужно ответить себе на один вопрос. Зачем девушка с вами общаться? Ну, зачем общаться ей? Зачем общаться вам с ней? Понятно. А зачем не общаться с вами? Зачем это ей? Вот это главный вопрос, на который мне бы хотелось, чтобы вы честно о себе ответили. Зачем девушке с вами общаться? Итак, вы пишите мне 19, мои подруги 21, познакомились 3 года назад в интернете. Вопрос. Когда вы познакомились, вам было 16, ей было, соответственно, 18 лет. Грубо говоря, 3 года в данном случае, это тот самый критический возраст, когда у вас и у нее происходило активное взросление и становление. Активное взросление и становление у вас происходит и сейчас. И важно понимать, что и вы, и она очень сильно меняетесь. Следующий момент. Да, то есть, если вы меняетесь, то, соответственно, меняются приоритеты, меняются цели, меняется все. Следующий момент. Почему вы познакомились в интернете? Люди знакомятся в интернете не просто так, хотя бы потому что это сложно. Мы здесь встречались. Отношениями это было трудно назвать, так как ни она, ни я, мы друг друга не любили. А зачем встречались тогда? Потом приняли решение остаться друзьями, но жили вместе. Тоже как бы не очень понятно. Да, как именно вы приняли решение остаться друзьями? А если, ну, если вы живете вместе, то как бы как именно вы пришли к тому, что, что вы, ну, как бы, друзья. Собственно. То есть, как-то это вот в данном случае не совсем понятно и вот. Но! Что здесь важно? Потому что в 19 лет вы уже живете, получается, отдельно. То есть, вполне вероятно, что у вас есть некоторые проблемы с родителями и, соответственно, вы, вот, если у вас есть такие проблемы, вот, то вы, как бы, можете что-то через свою девушку компенсировать. Вот. Не факт, но вполне такое может быть, что это и объясняет тот факт, что вы хотите с ней дружить и не готовы от нее отказаться. Дальше. Между нами было очень много ссор. Из-за чего? Ссоры не бывают по инициативе одной стороны. Ссоры это всегда участие двух сторон, соответственно. Ваша задача заключается в том, чтобы определить в какой-то степени свой вклад в, ну, вот, в... Ну, вот, в ссору, в... В конфликт. Вот. То есть, очень важно... Поработать именно с этим. Вот. Да? Потому что, если вы, ну, как бы, не отдаёте себе отсчёт, какой вы выносите вклад в конфликт и ссору, да, то, соответственно, у девочки всегда будет такое основание, вас, как-то, вот, ну, относиться к вам с, ну, с недоверием, да, и так далее. Вот. Понимаете, да? То есть, вот вы говорите, что ее тот не устраивает, то у вас. Вот. И, соответственно, вам нужно для себя, опять же, чётко определить, что именно не устраивает вас и куда теперь это всё делать, да? То есть, как бы, вот, все ваши, ну, как бы, претензии, да, вот, не были связаны с тем, допустим, да, исчезновение и отсутствие ваших... Как бы претензий не было связано с тем, что мы к ней просто привязались. Вот. Понимаете, да? Ого. Дальше. Значит. Так, сейчас всё хорошо, мы уже не взорим с этой стороны проблемой. То есть, как перстально взориться, да, как и взлёт свечево. Она, уезжая в другой город, жизнь, я рад за неё искренне желаю добра. Она говорит, что я не друг, я так часто знакомый, поэтому мы будем редко общаться и видеться, что её ещё больше устраивают. А вас нет. Как я чувствую вас это вызывает. Здесь вам важно именно устраивать такой контакт, который удобен и... удобен, комфортен и интересен человеку. Дальше. Она говорит, ну, буду приезжать обратно. Так. Ну, тут просто вы вот пишите, как бы, ну, описывайте её. Вот. Я хочу дружбу, потому что для меня близкий человек. И ни за что не откажусь от неё. Ну, смотрите. Одно дело, если вы не откажетесь от неё, потому что вы хотите для неё что-то делать, тогда вы в любом случае найдёте способ для неё что-то делать. Другое дело, вы не откажетесь от неё, потому что она вам нужна, и вы испытываете в ней потребности. И сервис на это, как бы, аспект немножечко уже, ну, как бы, другой. Вот. Понимаете, да? Вот. То есть, как бы, ну... Ну, просто здесь немножко, ну, как бы, другой элемент. Вот. Поэтому тут вот просто поисследуйте, да, и здесь нужно, ну, как бы, посмотреть и поисследовать этот аспект. Вот. Вот. Вот как-то, как-то так, в целом у вас здесь, вот, ну, есть внутренний определённый конфликт, вот, который вам нужно, вот, разрешить для себя. Вот тут всё. И вы или сможете более свободно и конструктивно выстраивать отношения с девочкой, или поймёте, что она вам просто-напросто не нужна. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Ну, это позволит вам начать работу над собой, да, то есть я бы всё-таки рекомендовал бы разобраться в себе. Сначала, вот, прежде чем, ну, прежде чем продолжать отношения с девочкой, потому что у неё, вроде как, достаточно чёткая позиция. Если у вас, вот, такой чёткой позиции, к сожалению, как мне показалось, нет, вот, что является проблемой. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Спасибо. 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 Спасибо.